Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий интересный вопрос. Женщина с дочкой в 2014 году переехали с Украины во Францию и ходят там в румынскую православную церковь. Женщина смущается, что отмечать Рождество приходится по григорианскому календарю, светскому календарю, 25 декабря. Дочка удивляется и смущается, почему у нас два раза один и тот же праздник. Женщина искала ответ, к сожалению, она не пишет, как ее зовут, но убеждена, что нельзя отступать от григорианского календаря и вообще не знает, как дальше жить. Не для всех, может быть, будет актуален этот вопрос, но кому актуален, слушайте. Друзья мои, если вы переехали в страну, где православная церковь служит по григорианскому календарю, то два раза отмечать этот праздник не надо, по григорианскому и юлианскому, потому что церковь, что на Украине, что в России, что в Беларуси, что в Франции, что в Румынии, что в Сербии, на Афоне, в Греции, в Австралии, празднует Рождество одинаково, 25 декабря. Но в тех странах, где государство живет не по юлианскому календарю, а по григорианскому, приходится отмечать праздник 25 декабря, 7 января. Поэтому разницы, в принципе, нет, как таковой. И два раза отмечать не надо. Просто приметь это как данность. Если вы живете во Франции или еще где-нибудь и приходится отмечать праздник 25 числа, все, отмечайте 25 числа, 7 уже не надо. Если вы вернетесь обратно на Украину или будете жить в России или еще где-нибудь с другим календарем, то снова переформатируйтесь и будете отмечать праздник 7 декабря. А так вот этой путаницы в голове быть не должно. Спокойно примите тот календарь, который есть, и никакого греха в этом не будет у вас. Иначе вы говорите, что нельзя отступать от юлианского календаря. Так мы по-церковному и не отступаем от него. А вы просто отмечайте этот праздник соответственно с тем календарем государства, который используется в том государстве, где вы сейчас живете. Сложность, знаете, где бывает в тех случаях, когда на приходе служат священники из разных поместных церквей. Я знаю, в некоторых государствах есть такой нюанс. И если приезжает священник в этом году из России, он приезжает 7 января. А если приезжает, допустим, из Иерусалимского патриарха, то он приезжает 25 декабря. И из года в год приходится по-разному отмечать в разные даты один и тот же праздник. И там звонят и спрашивают батюшка, вот как нам быть? Вот настолько сложная ситуация, что даже не может быть какого-то общего ответа. Но разве что каждый год праздник по-разному. А еще затейливее получается, когда приезжает и 25 числа, и русский священник или другой поместной церкви, а седьмого еще русский приезжает еще раз. И говорит, как нам два раза отмечать, приходится как-то выкручиваться. Но к тем, кто переехал в церковь, где постоянно слушает один и тот же священник, в один и тот же день, под одним и тем же календарем, то ничтоже сумняйся, ничтоже бояйся, переходите на этот календарь. Бог вообще находится вне времени, и все эти календарные вопросы, они только для нас имеют некоторое значение. Ведь исторически все равно мы не знаем, какого конкретного числа родился Господь, или какого числа произошло то или иное событие. Вот Древняя Церковь поставлена на эту дату. Ну и слава Богу. Как правило, они преисполнены глубокого символизма, имеют тесное взаимоотношение с другими праздниками. Но не будем в этом углубляться. Повторюсь, что всем иммигрантам, всем тем, кто приехал в другую страну, не надо два раза отмечать одни и те же праздники. Отмечайте так, как положено вашей поместной православной церкви. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok